В последнее время не только в массовой культуре, но и в науке все чаще всплывает тема искусственной вселенной, в которой на самом деле может находиться человечество. Безусловно, концепция симулятора возникла не на пустом месте. Среди причин – стремительный прогресс в области технологий видеоигр и виртуальной реальности, которую стало сложно отличить от физической. Однако, если относительно недавно размышления о смоделированной вселенной вызывали лишь шутки и иронию, то теперь эта тема серьезно занимает не только умы простых обывателей, но и научное сообщество. Причем в академических кругах для развития такой идеи имеется целый ряд научных аргументов. К примеру, на такие мысли ученых могла бы натолкнуть голографическая теория – одна из самых многообещающих теорий, которая рассматривает гравитацию как нечто вроде голограммы – трехмерного эффекта, проявляющегося из плоской двумерной поверхности. Эффект порождает гравитацию в так называемом пространстве антидесситтера, или же АДС-пространстве – отрицательно изогнутом пространстве времени. Согласно этой концепции, пространство не является фундаментальным, оно эмерджентное, то есть возникающее. Сама структура АДС-пространства проявляется на конечной границе плоского мира. Она содержит в себе и может воссоздавать бесконечную вселенную. А основой для возникновения пространства является информация. Профессор теоретической физики в области теории струн и гравитации Эрик Верлинде из Амстердамского университета объясняет проявление гравитации результатом изменения битов информации, сохраненных в самой структуре пространства-времени. Из-за увеличения информации, связанной с положением материальных тел в структуре пространства-времени, появляется гравитационное притяжение. Невзирая на фантастическую формулировку, теория Верлинде успешно прошла экспериментальную проверку. И точно предсказала скорость вращения звезд вокруг центра нашей галактики, а также скорость вращения внешних регионов других галактик вокруг общего центра. Более того, эта концепция легко решает величайшую загадку квантовой запутанности, которую Эйнштейн называл «жутким действием на расстоянии». Стоит отметить, что открытие голографической запутанности и ее обобщений стало одним из самых захватывающих событий в теоретической физике 21 века. В настоящее время существует аргумент, ярче всего проявляющийся в знаменитом парадоксе Эйнштейна-Подольского Розена. Если две области в объеме эмерджентного пространства связаны, то на границе плоского мира голографической Вселенной соответствующие переменные будут квантово запутанными. Это означает, что они содержат информацию друг о друге, а измерение одной переменной мгновенно сообщит изменение информации второй, независимо от расстояния. Самое удивительное, что такая связь может поддерживаться на огромных расстояниях и передавать информацию со скоростью, которая, по-видимому, превосходит скорость света. Так называемая голографическая запутанность вполне согласуется с утверждением известного физика Джона Уиллера «все из бита», символизирующая, что мир вокруг нас создан из информации. Если бы эти биты квантовой информации не были связаны через запутанность, тогда не было бы и пространства как такового. Именно поэтому здесь само понятие расстояния разрушается. Несмотря на то, что классические теории обуславливают зависимость силы взаимодействия между объектами от расстояния друг от друга. С этой точки зрения, наша 3D-вселенная действительно может быть оптической иллюзией, порожденной запутанными единицами и нулями на какой-то плоскости. Несмотря на то, что звучит это довольно странно, но именно так считает Виджай Баласубраманян, профессор физики и астрономии Пенсильванского университета. При этом сам Виджай уточняет, что еще лет 20 назад он вряд ли мог размышлять о голографической модели Вселенной. Тем не менее, по мнению ученого, иногда прогресс в теоретической физике происходит только если подвергнуть сомнению правила. Поэтому приходится открывать разум для более экзотических теорий. Так, долгое время считалось, что на фундаментальном уровне Вселенная состоит из субатомных частиц, таких как протоны и электроны. Затем за базовые частицы принимались беструктурные кварки, размер которых примерно в тысячу раз меньше протона. Однако теперь физики считают, что и это не предел, поскольку микрочастицы состоят из информации, за единицу которой в квантовой физике принимают кубиты. А так как мельчайшие уровни Вселенной управляются законами квантовой механики, то Виджайбала Субраманян разумно полагает, что наш мир на самом деле не физический, он основан на информации. Более простое объяснение может заключаться в том, что мы находимся в симуляции, которая и генерируется на основе этой информации. Ник Бостром, профессор Оксфордского университета, выдвинул такую гипотезу еще в 2003 году. Согласно его гипотезе «Аргументы о симуляции», которая обрела большую популярность в научных кругах, мы действительно можем находиться в смоделированной Вселенной. Бостром также известен своими работами об антропном принципе, объясняющем ряд странных соотношений между фундаментальными физическими параметрами, которые делают Вселенную пригодной для существования разумной жизни. Позднее этот принцип был дополнен Джоном Уиллером, который сформулировал его так «наблюдатели необходимы для обретения Вселенной бытия». Комментируя гипотезу Бострома, английский физик Джон Барроу, известный своими работами в области космологии, утверждал, что если мы живем в симулированной реальности, то с большой долей вероятности будем наблюдать сбои и небольшие дрейфы в некоторых постоянных величинах и законах природы с течением времени. Такой же точки зрения придерживается и Ризван Вирг, предприниматель и ученый со степенью бакалавра компьютерных наук Массачусетского технологического института. В физике действительно есть много загадок и аномалий, которые гораздо проще объясняются гипотезой симуляции, нежели любой другой материальной гипотезой. Вирг ссылается на этапы эволюции физики. Начиная с ньютоновской модели, ученые изучали физические объекты, затем обнаружилось, что все объекты состоят из частиц. После открытия квантовой механики выяснилось, что в широком смысле это даже не физические объекты, а лишь поля вероятности. Теперь же стало понятно, что на ядерном уровне все базируется на битах и является информацией. В свою очередь физик Джеймс Гейбс, специалист в области суперсимметрии и гравитации из Мэриленского университета, изучающий материю на уровне кварков, также столкнулся с явлением, которое может указывать на то, что реальность – это своего рода голографическая компьютерная симуляция. В своих исследованиях Гейтс обнаружил невероятный эффект. Кварки подчиняются правилам, имеющим сходство с корректирующими компьютерными кодами. Роль корректирующих кодов заключается в обнаружении и исправлении ошибок при передаче данных. Это открытие привело Гейтса к мысли, что гипотеза симуляции не так уж безумна. Наша Вселенная, так же как и виртуальная реальность, состоит из блоков и обладает дискретностью. Энергия, материя и само пространство по сути фрагментированы, однако мы видим широкомасштабное изображение. По аналогии с тем, как монитор излучает свет и показывает картинку, до тех пор, пока мы не приблизим глаза к самому экрану и не заметим пиксели. Пространство Вселенной заполнено различными электромагнитными волнами, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. И, как давно доказано, сами частицы могут обладать свойствами волны. Фактически все физические объекты и наше восприятие состоят из интерференционных паттернов, за которыми, вероятно, стоит голографический принцип, базирующийся на информации. Разумеется, невозможно утверждать со стопроцентной уверенностью, что наша реальность – иллюзия, воссозданная компьютерной программой. Однако есть множество доказательств, которые указывают на то, что с большой долей вероятности все мы находимся в какой-то моделируемой Вселенной. Ризван Вирк называет ее «великой симуляцией». Размышляя в этом направлении, Вирк задается еще более захватывающим и важным вопросом. Являемся ли мы NPC, неигровыми персонажами, или же основными героями этой реальности? Вероятно, в этом случае многие из нас захотели бы получить ответы, равно как и узнать параметры игры, в которую мы играем, а главное – понять ее цель. Однако ответы на эти вопросы заключаются еще и в том, что они могут быть шокирующими. Поэтому Ризван Вирк считает, что некоторые предпочли бы не обладать такими знаниями. Так или иначе, но кажется, что физики стоят на пороге невероятных открытий, а применение информационного подхода со временем может дать гипотезе симуляции статус научно обоснованной теории. В любом случае, прежде чем дело дойдет до экспериментов, возможно, нам стоит хорошо подумать. Вдруг в итоге окажется, что мы – лишь строчки в компьютерном коде. Так стоит ли принимать метафорическую красную таблетку? Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Поддержать проект и пожертвовать любую комфортную для вас сумму, можно нажав на кнопку «Спонсировать» под любым из видео нашего канала или перейти по ссылке в описании под видео. Приглашаем вас в нашу группу ВКонтакте, в Телеграм и в Инстаграм. Субтитры сделал DimaTorzok